дорогие дорогие друзья дорогие дорогие друзья здравствуйте good night good evening на планете земля 21 века друзья мы приветствуем вас всех 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 и сегодня у нас специфический месяц начало октября 1 октября 2020 года на планете земля у всех еще 2020 год где-то уже может 2 октября где-то может быть еще и наверно же все таки же 1 октября везде настало и так друзья добрый вечер 1 октября 2020 года германия бавария город нюрнбек скромный маленький незаметная бавария ребята такая маленькая всего у нас в нюрнбеке 500 тысяч человек чуть чуть больше у нас и сегодня мы начинаем наш репортаж с интереснейшей легендой двадцатого двадцать первого года кто на что мы сейчас узнаем это те люди которые начали когда-то в советском союзе юмор юмора потихонечку строить по кирпичикам по кирпичикам с такими магнатами такими сумасшедшими гладиаторами как райкин хазанов и прочее 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 все которые и очень рады что сегодня он к нам подсоединяется потихонечку ребята это очень интереснейший человек и его зовут вот об этом мы сейчас и узнаем после маленького контроля нашей связи итак дорогие друзья добрейший добрейший вечер на хмосква good evening добрый вечер не слышу вас вы меня слышите я вас слышу добрый вечер добрый вечер привет здравствуйте немножко контроль за вариант сделаем чуть-чуть назад чуть-чуть назад вам и чуть-чуть выше вам надо чуть-чуть повыше вот так великолепно да великолепно вот сейчас нормально отлично здравствуйте здравствуйте месье цапик я вас называю месье цапик я не знаю как правильно сказать господа уехали в париж товарищ остались советском союзе хэром вас назовешь хотя нас здесь обзывают как говорится все хер такой-то хер такой-то я называю я назвала смесье цапик потому что мы учили французский язык месье цапик добрый вечер здравствуйте добрый вечер вам мы всем кто нас слышит здравствуйте 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 как у вас французским языком кстати скажи пожалуйста не давно практики не было я ж несколько лет работал переводчиком. Так что у меня это было здорово и прекрасно. Ну, посольство успели взять тогда? Нет. Жалко. Все еще впереди. Спасибо большое. Итак, сегодня у нас 1 октября 2020 года. И мой первый вопрос. Я вас спрашиваю, вы отвечаете как хотите. С юмором, с сильным юмором, с сильнейшим, с острым. Но один маленький нюанс, маленькая просьба. Когда вы будете шутить, вы заранее говорите, чтобы я приготовился, что это шутка. Понимаете? Хорошо. Да, да. Доля шутки, остальное все правда. А когда с юмористами разговариваешь, там непонятно где они шутят. А когда спрашиваешь, это уже шутка. Я уже давно кончил шутить. И уже дальше опять закончил. И даже непонятно, с кем он разговаривает. Да? Ну, правильно. Спасибо. На всякий случай, верите ли вы в легенды? Скажите, пожалуйста, в легенды. В легенды верю. Есть люди абсолютно легендарные. Да. И вот сегодня первая легенда, 1 октября, есть такая греческая языческая богиня любви. Она родилась из пены. Она называется Афрос. Афродита когда-то появилась. Так. Так. Вот для того, чтобы понять, как из пены может родиться языческая богиня любви. Ваше соображение в этом памяти? Ну, я думаю, что хорошая богиня еще угодно может родиться. Согласен. Все. Кстати, на всякий случай, если что-то спрошу, что не совсем понятно будет по менталитету, или я вас переспрашиваю, или вы переспрашиваете. Договорились. Вопрос непонятен. Пробегаем дальше. Хорошо? Договорились. По числам в приметы. 1 октября сегодня. Все-таки серьезный такой день. 1 октября сегодня. И сколько вы выпили сегодня чаши кофе? Признавайте, пожалуйста. Две с утра. Так как сегодня интернациональный, большой международный праздник. Интернациональный праздник кофе. Великолепный праздник и хороший кофе. Это подмога в работе великая. У вас есть специфический ваш сорт кофе, который вы пьете? Знаете, иногда мне удается поймать хороший кенийский. Почему имя кенийский? Не знаю. Вот как-то вот он мне подошел. Попал, да? Да. Понятно. А как часто вы бываете в Италии? Скажите, пожалуйста. Практически не бываю так, чтобы разъяснить чего и как. Я не был в Италии ни разу. Хорошо. Будете еще. Скажу почему. И, месье Цапи, такой вопрос. Вы кофе дома варите, кипятите? Как вы его делаете? Как вы готовите? Или супруга кто его делает? Если я делаю, если у меня есть время, конечно, турочка, конечно, это. Но иногда соединяю растворимый и тот, который надо варить, и завариваю его. Иногда бывает вкуснее. Почему я заострился именно на кофе? Потому что, когда я нахожусь в Италии, у итальянцев дома, у местных итальянцев, у них нету кафе-машин. Абсолютно нету. Они кофе только варят. А когда спрашивают, все-таки очень модные кафе-машины, они по всему миру, кнопки, шуми, там что-то шутят. Да, да. Все эти такие дела. Капсулы эти, да, да. То, что угодно. Лига Джош, это наш бизнес. Люди же не понимают, пусть покупают. А мы спокойно варим кофе. По-человечески. Правильно. Варят кофе. Я сам удивлялся, когда они даже ко мне в гости иногда приезжали, они брали с собой кофеварку, и Биолетти есть такая фигура, Биолетти именно варится кофе. Я говорю, я пришел кофе, ты приехал ко мне, он говорит, вдруг вы здесь кофе в кафе-машине делаете, а нам надо сварить. Вот это у нас с тех пор привычка, поэтому на всякий случай имейте в виду, маленький мой подарочек, Биолетти, кофеварка, вам уже готова. Месье Цапи. Спасибо. Спасибо громадное. Следующий вопрос по поводу примет. Черная кошка побежала, на красный светофор перебежали. 13 число. Абсолютно нет. Абсолютно. Да. Я четко понимаю одну вещь, где-то вот там наверху, все написано уже, да, все написано. Хорошо. И можешь гоняться за кошками, за светофорами, там все знают, и поэтому я с уважением к этим ребятам отношусь. Спасибо. Спасибо. Мечта детства, юношества, взрослого человека или сегодняшнего, когда-то либо покататься или поплавать с дельфина. Была такая? Нет, никогда. Хотя я вырос на море в Новороссийске. Я сам плавал и плаваю как дельфин. Ну, как-то вот у меня не было такого. А, ну, если вы плавали... А у меня, Джордж, у меня была мечта, помните, эти ружья были на резинках, на круглых этих, подводные ружья. Во. Заслить рыбу хорошую. Это, конечно, была мечта. С гарпуном, да, или как? Да, 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 с гарпуном. Ласты, маска, вот это все, это фантастика. Есть такой маленький остров в западной части Тихого океана, там всего лишь настоя чуть больше 11 миллионов человек, примерно как Москва. Ну, то же самое. Да. Там сегодня большой праздник, там сегодня сутки катают на дельфинах и на китах. Большой праздник. И самое, что интересно, кто выдержит в течение суток 24 часа, они дают путевку в Европу, на две недели покупают. Мне нравится эта шутка, когда в Черном море дельфин спас человека. Он отговорил его кушать чебурек. Ой-ой-ой, это серьезно. Да. В историю немножко войдем. Сегодня 1 октября сам себя назвал, сам себя назвал Мадзидун главой китайского государства. Вот это возможно было в 49-м году? Помните об этом или нет? Я думаю, в Китае все возможно. Народ особый. А на планете земля 21 века? Я думаю, там ничего не изменилось. Это великий народ. При всех их... Да, да, да. Хорошо. Как вы относитесь к музыке? Скажите, пожалуйста, вашу первую песню помните, которую вы спели, первую песню, которую сыграли на гитаре, на фортепиано? Дело в том, что я заканчивал музыкальную школу, и на экзамене я спел, что-то собачка бегала по этому, по огороду, что-то. Я уже не помню, что вот она загадка, что-то там собачка. И преподаватели в музыкальной школе послушали, говорят, голос у тебя отвратительный, но слух у тебя есть. Ну, потом и голос прорезался, да. А вообще, я вам честно хочу сказать, есть безумно красивые русские песни. Вот просто безумные. Гармония потрясающая. Сегодня Международный День Музыки. Ваше поздравление ко всем любителям музыки, ко всем профессионалам музыки, ко всем, кто еще не начал заниматься музыкой. Ваш какой-нибудь хитрый, такой специфический, ну, тост-анекдот, можно сказать, музыкальный. Так странно что-то насчет музыки-то. Вы знаете что? Я, когда был совсем пацаном, я был на концерте Ростроповича. Нас привели, сказали, что это Ростропович. Для нас это был пустой звук абсолютно, мы были дети. Вам сказали, да? Да, нам сказали, музыкальная школа, привели все вот это Ростропович. И я послушал этого человека, я понял, что я не понимаю, да, но это гений. Вот бывает такое ощущение, я не понимаю этого. И, наверное, уже, да, но это было, воздействие было совершенно фантастическое. И я хочу, знаете, всем, кто касается музыки, клавиш, струн, не важно, чтобы вот это ощущение, ну, как вам сказать, ощущение счастья от этих звуков, оно сопровождало человека всю жизнь. Вот смотрите, да, марш Мендельсона, это же чудо. Ну, это не надо часто, один раз вполне достаточно. Найди хорошую жену, и этот марш у тебя будет звучать всю жизнь уже. Интересно, спасибо большое. Спасибо. Да. Сегодня очень интересный еще один праздник, мессия Цапик. Я еще раз напоминаю, почему я тем людям, которые присоединились, ребятам, девчатам попозже, почему я вас называю мессия Цапик, потому что господа все в Париже сказали когда-то в собачьем сердце, товарищи остались в Советском Союзе, в Германии нас обзывают четырьмя буквами, не тремя, четырьмя. Да, да. А также русский язык мессия Цапик. Мессия Цапик, сегодня день пожилых людей. Как вы себя чувствуете в этом плане по отношению возраста? Кипит, горит. Можете ли вы считать себя пожилым человеком? Или это еще настолько так далеко, что вообще это непонятно, что это такое? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я знал очень многих пожилых людей, которые были моложе двадцатилетних пацанов. По ощущениям, по восприятию жизни, по своей сути, я вам так хочу сказать. Помните, был у нас замечательный Моисеев, танцевальные коллективы у него были, народные артисты Советского Союза. Помните, да? Я однажды попал на репетицию совершенно случайно. Ему уже было года 94-95. Он ходил с палочкой и у него был беретик. Помните? Он стоял на сцене, а рядом с ним стояли ребята, которым по 20 лет, танцоры, девочки. И он мальчишке говорит, ты не так танцуешь, ты ее неправильно обнимаешь. И он со своей палочкой обнял эту девочку. И вот какие-то движения он делал, и он был такой легкий, что 20 лет было ему. А пацан так стоял и смотрел, да? Ну вот, ну чудный человек. То есть это, возраст это внутреннее. А бывает и в 30 лет старик. А бывает женщина в 50, девочка. Я вернусь еще немножко к Италии. Буквально на прошлой неделе была интересная передача. Есть такое местечко, Сардиния в Италии. Да. Это недолгожители живут там, недолгожители, которым за 100. Но самое интересное, средняя статистика тем, кому за 85, они сделали статистику, полностью исследовали мужчин и женщин, у них организм выглядит с европейскими годами в среднем 45-50 лет. Опа. Пульс, кровь, ну все, физические данные. Да, да. Хотя люди там спортом не занимаются, что интересно. Им за 85 выглядят все как 45-50 по физическому. Просто обалденно. Просто с ума сойти. Ну, раз мы с вами о Сицилии заговорили, маленькая история, можно? Давать, нужно. Нужно. Да. Значит, мафиози осудили на 25 лет тюрьмы, посадили в тюрьму. Молодая жена не приходит неделю, не приходит две, не приходит три. Он возмущен, охранник заходит, говорит, жена пришла, она входит, ты свинья такая, я тут сижу, ты ко мне за три недели, ни разу не пришла. Она говорит, Анжело, я решала вопрос с директором тюрьмы, он сказал, чтобы сократить тебе срок, за каждую неделю я должна один раз с ним переспать. Ну и что? Собирай манатки, свободен. Кошмарки. Спасибо. Когда-то она началась в нашей эре эра CD-плеера, у нас не было на сегодняшний день MP3, MP3 и так далее, и сегодня праздник, 1 октября в 82-м году вышел первый CD-плеер, который сделала фирма Sony. Был ли у вас когда-то CD-плеер в Sony или не был? Были, да, но я считаю, что музыку надо слушать в такой, знаете, вот хорошая аппаратура, когда еще не плеер, а пластинка крутится на стационарной... То есть не потепло? Нет. Нет, настоящая аппаратура, та же Sony, та же, ну я не знаю, много этих фирм, но спокойно, не буши, чтобы по всей комнате звук должен расходиться, тогда он заходит внутрь по-настоящему, не только через уши, а... Хорошо. Такой вопрос по поводу вашей профессиональной профессии, все, что касается, может спонтанно, у вас есть такая маленькая история или анекдотик по поводу смены женского гардероба, как часто это можно делать, как это часто делается, ну какой-нибудь такой есть анекдотик маленький? Такого нет, но я вам так, я хочу сказать, вот у меня есть фраза, я ее люблю повторять. Женщина должна одеваться так, чтобы одетая она выглядела лучше, чем раздетая. Согласен, если будет это еще лучше, да? Да, конечно. К чему я заговорил о гардеробах женщины, сегодня 1 октября в Японии, в этом маленьком городишке Каромага, и я не знаю, где он находится, там очень есть обыча, что женщина имеет право полностью поменять гардероб без спроса супруга, но покупать, покупать гардероб только можно местной фирмы города Каромага, только в этом случае. А, ну понятненько. Ну я, мне кажется, что женщина сама себе должна обновлять гардероб. Не, ну это да, Ген, я имею в виду полностью поменять, она может все выложить, супруг не имеет права, но местная, опять же, поддерживать производителя отечественного, это очень важно, не важно, что вы покупаете, сыр, вино, там, колбасу, мясо, но местное, самое главное. Молодцы, молодцы. Вот, по поводу, сейчас в Германии на западе начался у нас такой тыквенный вариант, тыквенный вариант, очень много продают тыквы, дело идет к Хилоину 31 октября и так далее, и так далее, и у нас очень много способов приготовления тыквы, и варят, парят, жарят там, типа вареников, там, и чего только не делают. В этом плане, вы знаете, чем помогает тыква, чем она помогает для здоровья, для крови, для человека и так далее? Ну, наверное, но я просто не переношу этот продукт, не знаю почему, и я, цветная капуста и тыква, для меня это закрытая тема, а супруга обожает. Хорошо, вспомните, когда у вас появился первый раз цветной телевизор, скажите, пожалуйста. ой, поздно, я вам сейчас скажу, но это были уже 80-х, середина 80-х, наверное, вот так вот, до этого долго не было. В названии Рубин, там был горизонт, помните, что там было, не помните? Ой, мне кажется, горизонт был, я боюсь, ну, сколько лет прошло, ну, что? Но первый цветной телевизор вышел 1 октября 67-го года в России. Ну, дело в том, что я из дома ушел в общежитие, жил там, понимаете, там черно-белых нам хватало за глаза и так далее. Ну, хорошо, если вы заговорили о вашей студенческой жизни, что у вас было такое специфическое, необычное? Скажите, пожалуйста. Необычное? во-первых, там все необычно. Абсолютно, абсолютно. Для нас необычное было в те годы, когда у нас в институт пришло очень много иностранцев. Вот эти вот общения с ним. Я заканчивал в Пятигорске, Иньяс. Вот. И к нам поехали и вьетнамцы. И в полке, вы хотите сказать? А? Да, да. Не, не, не. У нас вьетнамцы поехали, монголы поехали, потом африканцы поехали из многих стран. И вот это вот общение, вот эта вот притирка, ну, великолепно это все было. Интернациональная такая, да? Абсолютно, да, абсолютно. Ну, все, строят ряды. Я надеюсь, большая часть аудитории понимает, что это такое. Строили дома, коровники, я не знаю, что это. Первая работа с языком, это очень здорово. Понимаете, когда ты понимаешь, что ты можешь говорить с человеком на его языке, и самое интересное, что он тебя понимает. Это так удивляет. Ну, а какой у вас общий язык был при этом интернациональный? Все-таки, если взять... Не, дело в чем, что у нас очень было... Руки-ноги шли, руки-ноги в основном. Нет, абсолютно. Мы уже начали французский изучать, многие вьетнамцы знали, потому что там когда-то французы были во Вьетнаме, африканцы практически все ребята знали французский, но там были англоязычки. А у нас второй был английский, так что это было очень здорово. Смешно, наверное, было очень интересно, да? Очень интересно. Вообще работать с языком очень здорово. Ну, кстати говоря, кто учит иностранные языки, у того ум намного дольше, яснее становится, правда? Функционирует по-другому абсолютно. А потом я вам скажу, вот для меня было открытием, Джордж, значит, смотрите, когда преподаватели нам сказали, ребята, прочитайте того же Мопассана в переводе на русский язык, а потом прочитайте в подлиннике. И вот это открытие подлинника, при том, что русский язык великий язык, величайший по красоте, ну, французский, особенно у Мопассана, это поэзия, это сказка. Конечно. Ну, хотя вот немецкий Гёте, мне читать, допустим, тяжело, я вообще, мне очень тяжело, очень тяжело читать. Я немецкий очень хорошо знаю, в великолепных проблем нет. А вот именно Гёте, они говорят, прочитайте Гёте в оригинале, я не могу, я не могу, я не могу немецкую музыку слушать. Абсолютно. Для меня она очень тяжелая, вот так скажем. Вот не могу, вот понимаете, то, что классика... Громоздка такая вот она, громоздка, да. А французская, возьмите, Франция, Италия, Испания, Португалия, Бразилия, да? Совершенно другая линия, и музыкальная, и лингвистическая. Есть такое. Такое выражение, ваше мнение, любое, человеческое, с юмором, с любым характером, вашим утром, днем, вечером, посмотрим правде в глаза. Насколько вы сами себе, в глаза правде смотрите. Сам на себя. Лихой вопрос у вас, конечно. Я вынужден смотреть себе правде в глаза, потому что все, что я пишу, я должен оценить с точки зрения тех людей, кому я буду читать. И я, если я себя буду обманывать, но зал отреагирует по-другому, значит, я сам себя обманул. Поэтому для меня мерило, я говорю о творческой стороне, да? Да, да, да. Для меня мерило, это когда я пришел к вам, да, и прочитал вам, и я посмотрел на вашу реакцию. И тогда я уже могу себя оценить. Попал, не попал, хорошо, плохо, доделывать, выкинуть, сжечь, съесть. Ну, В начале девятнадцатых, кажется, вы первый раз вышли на сцену со своими уже произведениями, когда вы их производили на сцене. Поправьте, если это было немножко раньше или позже, я точно не знаю. И вы очень волновались, очень переживали, вы говорили, что у вас очки тряслись, или там тексты тряслись, что-то такое. Вопрос, зачем вы вообще вышли? Вот такое выражение. Скажите, пожалуйста, вам надоело кого-то слушать, что они не так как-то делают, как многие композиторы. Устали умолять кого-то, как вот часто бывает, ну, спой песню, спой песню. Тех умоляют, они такие звездные, такие все крутые. И некогда, понимаете, пока сам композитор не вышел и спел сам. У вас как это было? Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я очень поздно начал писать. Совершенно неожиданно для себя. Совершенно неожиданно... Ой, ну, это было мне за тридцать уже. То есть, у меня вот этот молодежный, поэтический бум мимо меня прошел. Совершенно случайно меня попросили написать текст для конкурса эстрады, который у нас, кстати, в Кисловодске был в 89-й год. Совершенно. Ну, говорит, ну, что-то сделай, у парня не было вообще материала. Я что-то ему набросал. И кончилось это тем, что через два года, в 91-м году, великий, великий Борис Сергеевич Брунов, вы, естественно, знаете это имя. Да, конечно. Я попал с ним на одну площадку. Это было выступление в трудовом коллективе. И вот этот потрясающий человек подошел и говорит, маленький, толстенький, помните, сигара вечная, кубинская. Это ты написал? Я говорю, я. В субботу ты выступаешь у меня в театре эстрады. Да вы что? Да. И я подхожу, то есть для меня это было душок, понимаете, да? Да, понятно. И я подхожу к театру эстрады и вижу свою афишу, там она у меня в инстаграме выставлена. Это был первый человек, который сделал афишу, на которой было мое имя. И вот когда я вышел, а я до этого, ну, максимум 20, ну, 30, 40 человек. Я вышел в зале 1200 человек. Театр эстрады. Он тогда был для эстрады, не для театральных, вот как сейчас, для эстрады. И вышел Брунов. То есть, вы правильно очень сказали, у меня не просто листик трясся, у меня очки сносно соскать. Это страшно. Вот, правильно? Страшно. Вы помните это выступление или нет? Конечно. И вот я стою в кулисах, а Брунов рассказывает на эстраде обо мне. Дорогие друзья, как вам повезло, что в этот день вы приехали в Москву. И именно в этот день этот замечательный, талантливейший человек выступает перед вами. То есть... Какой, оказывается, да? Да. Но уже вот на этой волне мне было проще. Понимаете, вот так вот? Конечно. И я вышел. Конечно, я вышел. И как смог, прочитал. И потом дело не в том, кто лучше, кто хуже. Ну, как-то из человека вот... Ну, мне захотелось об этом написать. Захотелось об этом. Попробовать это. Потом мои номера предложили Кларе Новиковой. Она начала читать. Скажите, пожалуйста. Бутенко был такой замечательный режиссер эстрады. Замечательнейший человек. К сожалению, он ушел. Вот. Очень талантливый. И он говорит, я сделаю. Показал. Познакомил нас. Потом Винокур. Потом Петросян. Стоп. Момент. Стоп. Адюшу Кларе Новиковой. Первая ваша встреча. Помните, как она была? Конечно. Конечно. Она как раз... Дело в том, что она приехала отдыхать вместе с мужем. Замечательный был человек очень. Зерчанинов Юрий Ильинич. Вот. И она приехала в Кисловодск. Она говорит, слушай, мне про тебя говорил Эдик Бутенко. Она мне позвонила. Мы встретились. А он ей ставил спектакль вместе с Фимой Шифриным. Они тогда работали. Давай, почитай. Я и почитал. А как раз произошел вот этот 91-й год. Вот эти вот политические все дела. Да. У ней были очень хорошие номера, которые написал Лева Новоженов. Талантливейший человек. Лев Новоженов мне неудобно, потому что он старше меня. Я так сказал. Я не знаю отчества. Вот. И все это моментально ушло, устарело, потому что политика землетрясения все поменяла. Да. И вот она взяла один мой, на второй, третий, четвертый. И так она стала с ними работать. Потом, поскольку она работала в концертах с Михаилом Михайловичем Жванецким, с Арманом Андреевичем Карцевым, то есть там, там мы слышали мой номер. И вот как-то вот так вот потом пригласили. Калибр пошел уже, да? Калибр уже. Да. И потом пригласила Регина Дубовицкая в аншлаг. Потом вот я сейчас смеяться разрешаю. И так вот потихонечку, потихонечку, потихонечку. Интересно. Очень интересно. Если вы говорили о Леоне, заговорили о Леоне, я хотел спросить сразу, как здоровье Леона нашего. Как нашего Леона здоровья, который бежал в больницу, вы сказали, что операцию сделали. Нет, слава Богу, все хорошо. Хорошо. Да, он волнуется, нервничает, потому что у него же был юбилей в мае. Да, да, да. И должны были в мае делать большущий концерт и вот эти все коронавирусные дела. Конечно, это обидно, да? Огромнейший привет, Измайлов. Огромнейший привет. С удовольствием передам. Огромнейший передайте привет. И вот дай Бог, все будет хорошо, в конце октября будет вот этот праздничный концерт, потому что он очень светлый человек и невероятно талантливый человек. Спасибо. Спасибо. Следующий наш вопрос. Скажите, пожалуйста, счастлив тот, в основном, кто падает вниз головой? Хотя бы на миг, на минутку, на секунду. Что вы по этому поводу складываете? Простите, кто падает, что? Счастлив тот, кто падает вниз головой. Хотя бы на миг, хотя бы на минутку. А иногда кто-то стоит кувырком всю свою оставшуюся жизнь. А некоторые... Ой, нет, что-то я с этим не согласен. От момента рождения до конца своей идеи. Речь идет об Австралии. Нет, я что-то с этим не согласен. Я счастлив те, кто смотрит на небо, кто видит... А Австралия, ты же кувырком. Австралия. Я понимаю. Да. Я понимаю, они наоборот живут. Но я считаю, что тот, кто не теряет головы, не крутится, а четко идет в каком-то направлении. Не важно, в каком, что он будет делать. Все-таки кувырком как-то мне не очень. Хорошо. Да. Хорошо, согласен. А первую двойку в школе получили, помните, за что? Ой, ну я, во-первых, хорошо учился. На одни пятерки учился. Не-не-не, нельзя было без двойки. Ну что... Я уже... Это была вечность тому назад. Ну за что-то я огрек такого лебедя. Вот, знаешь, с такой вот головой-то мне. Так что там... Было дело, да? Да, это было. Хорошо. Есть такое очень интересное выражение. В сказке было убить нельзя, помиловать. То есть все зависит от запятых. Да. То есть очень все просто, все ясно. Мне прислала барышка один вопрос. Говорит, пожалуйста, не думай, ответь только сразу. Без всяких... Чем больше думаешь, тем больше заблуждаешься. Есть такое... Да-да. И вот она мне сказала то же самое, в таком же направлении, но так-то чисто символически, со своим намеком. Поехать нельзя отказать. Я попался, потому что я начал думать, а тогда все... Нет, я бы написал поехать и поставил запятую. Отказывать не надо. Я на автомате сказал. Я на автомате сказал. То же самое, да? Ты подумай, может, решишь, говорит, что. Я говорю, ну, если я уже сказал, надо же отвечать, как говорится. Понимаете? Да-да. Ну, вот такие вы все и положили трубку. Да, ехать надо, называется. Вот так получилось. Поэтому хорошая фишка к вам, кстати, если будет, что-то такое интересное. Будет меня там запишите, там, на всякий случай. Хорошо, спасибо, спасибо. Спасибо. Такой вопрос теперь, пожалуйста. Многие часто думают, девчата ждут принца, что он должен обязательно, если не прискакать на белом коне, пусть она хотя бы копыта услышит. Но чтобы он к ней пришел. И все-таки хотят, чтобы был принц у них. Что делать с такими девчонками на сегодняшний день? От этого не убежишь. Это фантазия, это нормальное явление. Почему бы? Ну, придержать немножко за ногу, чтобы она не летала вот в верхних облаках. И посматривать, потому что принцы и принцессы, они вокруг нас. Просто, может быть, не на белом коне. Это выше сказано, согласен. Согласен. Да, просто, может быть, не на белом коне, может быть, на мопеде едет. Да? Я условно говорю мопед, но, может быть, он лучше любого принца. Если он пишет Нобелевскую премию, то, я думаю, это ему якоря... Черт с ним! Пусть нам опедит. Подпололи меня тоже с такой хитрой загадкой. Подскажите мне, я по пять попался. На сегодняшний день лучший четвероногий друг. Лучший четвероногий друг сегодня. Кто это у нас? А, ну, это шутка. Диван, да, вот это старое, да? Диван? Кровать, да. Ну, мне сказали... Ну, кровать, диван, да, 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 да. Потом тоже закрывать, я не знаю. Ну, наверное, вы слышали, такое интим не предлагать. Могу не отказаться. Могу не отказаться? Прекрасно. Запишите. Вот это прекрасно. Она просит, да? Очень хорошая. Пусть я не в здравом уме, но зато в своем. Ну, такое чувство гордости, да, вообще. Я еще... Мне недавно, слушайте, Джордж, мне недавно фраза понравилась. Детство не уходит. Оно прячется, а потом в старости выпрыгивает неожиданно. Ну, недавно говорят, что... А вот, кстати, выражение, мужчины никогда не взрослеют, да? Всегда остаются детьми. Да. Это очень хорошее выражение. Но это четко, да? Вот оно очень... Конечно, это очень четко. Мужчина всегда остается пацаном. Вот это, да, должен оставаться, держать немножко так. Пацан не бывает, даже все-таки движение делать какое-то, правильно? 25 часов. Правильно, правильно. Любой поступок, какая-то маленькая глупость, все равно пацан. И это прекрасно. Даже если чуб седой. Да это ничего, это мелочь. Главное, лишь бы человек хорошо попался, правильно? Такое выражение восточное сегодня в 21 веке. Такие вот есть выражения, которые очень модные, но я их немножко переделал. От перестановки мест слагаемых... Мы все знаем простой вопрос школьный. От перестановки мест слагаемых... Я учился в физико-математической школе. У нас были студенты. И когда были студенты со Средней Азии, я подумал, все-таки дипломники сидят там, задачи пятизначные, шестизначные в уме. Он говорит, так, от перестановки мест слагаемых сумма вдруг изменится. И она подходит к 21 веку. Что вы об этом скажете? Ой, сейчас такие слагаемые, что не знаешь, какая сумма получится. Очень сложный этот вопрос. Да? Вот. Раньше мы четко знали. А сейчас непонятно что. Загадывать сложно. Вот 2 же 2. Ну, черт ее знает. Ну, может быть, 4. Может быть, отменят. Ну, вот, кстати, если я не знаю, знаете или нет, есть формула, что 2 плюс 2 не равняется 2 умножить на 2. Есть такая физика-математическая, физическая формула. Она очень длинная. Я ее помню хорошо. Но это действительно доказано, что в конце не получается. Это примерная фишка, как у вас 4, 6... 4... Сейчас, момент. У вас шестерка простая и 4 туза. У меня все остальные карты. Я первый начинаю ход и выигрываю. Знаете такое? Нет, я далек от карт. Ну, есть такое. Есть такое очень интересное. У людей глаза горят, и никто никуда не торопился в Советском Союзе. Никто никуда не торопился. Все было как-то плавно, спокойно. Хорошо ли тогда это было? Правильно? Ну, в любом случае, это уверенность плохая, хорошая. Но это уверенность в завтрашнем дне. Да? Ну, зачем сегодня люди несутся куда-то? Никуда. С телефонами, с айфонами. И вот какие-то... Есть такое выражение господин вести... Господа важная или господин важный. То есть толку нет. Все куда-то несутся. А толку нет. Абсолютно. А многие помирают на бегу. Вот это самое страшное. Футбол вы любите? Скажите, пожалуйста. Уже нет. Уже нет. В молодости играл вручной мяч, а сейчас уже... Ну, иногда могу... Я люблю, знаете, когда весь матч показывают полторы минуты. Все голы забили, я доволен. Да. Все равно болею за наши. Все равно болею за наши. Такое выражение. Почему в русском футболе до сих пор нету 11 человек? Нормальных, которые играют в футбол. Играет многие хорошо. А вот вместе одна команда сыграть не могут. Я понимаю. Я думаю, причина в том, что их всех переоценили. Вот им бы... Понимаете, скинули бы чуть-чуть, они бы начали лучше играть. А они все миллионеры. Хорошо. Взять великого какого-либо человека, неважно в какой области, писателя, художника, музыканта, артиста, ну, неважно, высший пилотаж какой-нибудь. Кем бы вы хотели себя почувствовать? Побыть в него, как говорится, шкуре пару дней, пару суток, недельку, может быть. Кем бы вы хотели побыть? Ну, первое, дирижером. Потому что я считаю, это величайшая профессия. Дирижером симфонического оркестра. А чем она? Я знал несколько, ну, не великих, но замечательных дирижеров. Да. Замечательных. Которые в Большом театре, да. Они мне рассказывали обо... А возьмите, господи, выскочила у меня у нас осетин, народный артист. Гергиев. Гергиев. Это, я считаю, очень, очень большой дирижер. И я видел его ощущение на сцене. Конечно, это подпитка, невероятная подпитка энергии, музыка и всем. Это чудное ощущение, наверное. Это как плавать в океане, да? Условно, да? Ну, наверное, врачом. Потому что это и ответственность, и радость, что спас. Да, вот. Один маленький вариант к дирижеру, миссия Цапик. Дирижер, профессия, очень полезна для здоровья. Вы знаете? Я знаю, они самые долгожители среди них больше всего, да. Но вот это у них, тот же Караян, тот же эти все, они же... Караян же очень долго совсем плохой был по состоянию здоровья и дирижировал. Со спиной были проблемы жуткие. потому что это подпитывало его, потому что это... Врачом. Это прекрасно, да? Да, потому что... Интересная загадка есть. Оружие, то есть ножик острый, врага у врага, это враг, а ножик у врача, это спаситель. Это медикамент. Да, 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 это спасение. Это правильно, абсолютно. Где бы вы себя чувствовали лучше? Есть зал суда, а есть дворец правосудия. Какая разница? На скамеечке около... На скамеечке около дворца правосудия. Хорошо. Есть такой писатель Гоголь. Да. Есть такой напиток Гоголь-моголь, знаете? Да. Как он делается, помните, знаете, для чего он делается? Ну, конечно, яйца, да, 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 с сахаром. Вот, и яйца с сахаром. А почему его назвали Гоголь-моголь? Я не знаю, ну, я даже об этом что-то не задумывался. Не знаю. Это пошло тогда, когда Гоголь-моголь все-таки любил взять, брать с собой в дорогу Гоголь, но чтобы никто ничего не замечал, он с собой туда доливал немножко спиртного. И так это осталось. А, ну, может быть, я что-то об этом не задумывался. Спасибо. Если, допустим, вы были бы, дали вам 24 часа в сутки быть невидимкой, куда бы вы пошли? Скажите, пожалуйста. Есть кого подслушать, что посмотреть? Не обязательно говорится. Не-не-не, я что-то, я, я, черт с ним, я об этом не задумывался. Подглядывать как-то не очень хорошо, и поэтому... Не то, что подглядывать, вы невидимка, вы заходите куда угодно, вас никто не видит. Ну, как вот в кино, фантазия, и жесть, вы все видите, все слышите, вы можете задавать вопросы, вас слышат, но вас не видят, но вам отвечают же опять. Так, хорошо, если я скажу в Центробанк, дальше что? Это же ваша фантазия. Да. Хорошо, есть такие два хитрых вопроса. Говорят, что если женщина не плачет, неважно, плохое настроение, бывает по-женски поплакать, как они говорят, сколько-то у них. Как вы думаете, если женщина не плачет, это опасная женщина? Вот она вообще не плачет. Я думаю, это жуткая женщина. Согласен. Полностью. Да. Другой вопрос по отношению по положенному полу к мужчинам. Если мужчины вообще еще, вообще не пьют, они еще опасны. Нет, это просто подозрительно. Еще не понятно, что... Подозрительно, да. Да, да. Там же есть русская чудная фраза «Бо хворый, бо подлюка». Еще раз скажем. Или больной... Бо хворый или больной бо подлюка или подлец. Ну, вот такая шутка, но... Что-то в ней есть, да? Да, да, да. Какая-то червоточина, понимаете, Джордж? Червоточинка такая. Мужчин во все времена, начиная, скажем, ну, с юного возраста, с юношества и за сто, есть такое выражение, что мужчина обещает женщине все, что угодно, лишь бы она была его. Так. Откуда это берет? Ну, почему такое вот в нас? Вот мы... Вот ты моя, вот что ты хочешь? Вот мир перед тобой, солнце, все, что угодно. Все, что угодно, только со мной куда? Почему именно это? Мы обещаем женщинам все. От и до. Все. Будет, не будет, там уже другое дело, там другая... Я не думаю, что это хороший путь к завоеванию женщины, потому что, когда ты не сможешь все дать, ты ее разочаруешь. А разочарованная женщина, это уже страшно. Хорошо. Как человеку русского такого языка, где каждая буква может быть острее, чем лезвие, скажем. Я думаю, это в позитивном варианте. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такой правильный язык? Ну, во-первых, во-первых, у меня были хорошие учителя. И когда вот в институте, когда мы учили французский и английский, нам учителя говорили, ребята, прежде чем говорить на французском и английском, вы должны знать русский. Я очень много читал. И мое поколение, вот, и на ваше поколение, конечно, мы очень много читали. А когда читаешь, ты набираешься, как вам сказать, музыки этого языка. Вот у меня получилось, что я несколько лет работал за рубежом переводчиком, и я соскучился по русскому языку. Вы как многоязычный человек, вы меня сейчас поймете. И я, когда вернулся оттуда, вы не поверите, я стал читать Тургенева. Интересно. Вспоминать, да, вот эти вот охотничьи рассказы, вот это все описание природы. И это немножко устакает. Потому что у меня получалось, что я вот говорил и срывался на французский. Мне удобнее было. Это хорошо, но я соскучился по русскому языку. Прекрасный язык. На всякий случай маленькая такая нюансик такой. Я не буду себя хвалить, я не любитель, я любитель себя показывать на сцене. У нас по воскресеньям в 11 часов утра местного нашего времени или мастерского времени мы проводим передачу часовую интернациональные праздники 21 века на трех языках. Русский, немецкий, английский. Какая прелесть. На всякий случай. Можно в архиве посмотреть. Я не хвалюсь, но такое бывает. Да, да, да. Спасибо. И у нас очень часто о том, что я супруга, я ей говорю по-немецки, она отвечает по-английски. Я буду спрашивать по-русски, она отвечает по-английски. И самый что нюанс, у меня такой был очень специфический момент такой с детьми, когда я ехал с детьми отдыхать. И у нас получилось там не три языка, а 4, 5 и 6 языков в перемешку крутятся. И потом люди подходят спрашивают, а кто вы? И мы говорим, мы вообще-то люди. И они говорят, откуда вы? Ну, мы оттуда. А почему вы не говорите? Такой винегрет, да? Казалось бы. Они говорят, нет. У вас проскальзывает все что угодно. Вот 5-6 языков они называют. Вот дело в том, что сейчас настолько Германия интернациональна, интернациональна, что объявление, вот мне буквально вчера подошла супруга и спросили, объявление, требуется работник, там, менеджер, чтобы знал 5 языков. Отрасль не указывает, отрасль направления. То есть главная коммуникация. Да, да, да. Коммуникация. Можете представить? Вот, пожалуйста, на сегодняшний день. Направление вам дадут, 5 языков надо знать. Вот, кстати, вернусь на секунду. Мы говорили о русском языке, да? Давайте. Мы как-то выступали перед домом актера. Пришли актрисы, актеры, которым было ой-ой-ой, под 100 лет. И когда я услышал их язык, вот мне захотелось шляпу перед ними снять. Вот это русский язык. Согласен, согласен. И знаете, я очень люблю старинные фильмы. Очень, очень. Классику. А потом, те люди, которые уехали во Францию, русские люди, в революцию, вот, ну, их уже нету, к сожалению, которым было по 90 лет, вот, как они говорят на русском языке? Очень красиво. Невероятно красиво. Человеку слово. Скажите, пожалуйста, вообще, я не говорю сейчас о каком-либо языке, а вообще об одном языке. Можно ли его вообще выучить от и до? Нет. То есть, я владею таким-то языком свободно. Нет. Нет. Мое мнение такое, поскольку я вот занимался с языками, если человек приезжает в другую страну, мы говорим о перемене места жительства, этот человек останется в этой стране и в языке, и в культуре, и чужим. его дети будут наполовину своими, наполовину чужими. И только внуки уже ближе будут, но все равно очень сложный язык, очень сложный. Любой язык сложный, любой. Любой язык. Да, но освоить его, это надо общаться со всеми слоями населения этого народа, это невероятно сложно. Хотя, возьмите, есть чудные примеры. Я не знаю, но первое, что у меня, господи, Лолита на английском же написал, гениально написал роман, но все равно, вот это надо быть гением таким, как мастер. Согласен. По поводу вашей деятельности, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, где бы вы ни выступали, везде многонациональная культура, то есть очень много национальностей. Да. Просто как бы Советский Союз, только вот русский язык, где выступление идет только тот, кто, но сейчас публику не выиграешь, она настолько перемешана не только языком и слоями. И на сегодняшний день, то есть раньше был Райкин, Хазанов и так далее, и так далее, Задорнов, сегодня новые ребята, новое поколение, третье, четвертое. Насколько сегодня это тяжело, тяжело, все-таки угождать публике сегодняшней? Значит, я вот что хочу сказать, что однажды у меня на концерте, многонациональный, да, пришел человек, который говорил на потрясающем русском языке, я говорю, вы откуда? Он говорит, я чеченец, я филолог, чеченец, я знаю русский язык, блистательно, я знаю пожилые люди, абсолютно армяне, которые ни разу жили в Москве, ни разу не были в Армении, армяне приезжают к ним слушать армянский язык, то есть вот эта вот кутерьма, которая сейчас произошла, кстати, и в Германии, да, вот это вот обилие этих языков, да, 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 но ведь все они понимают одну вещь, если я буду говорить на темы близкие всем, у немца те же темы, что и у русского, у грека в принципе тоже самое, да, мы убираем, чертовой матери, политиков, это все приходящее, да, убираем какие-то, ну, сугубо национальные вещи, да, ну, понятно, что я не буду про Октоберфест шутить с китайцами, они не знают, что это такое, да, 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 но если мы находим общую тему, любовь, дети, счастье, старость, да, условия, везде будут хохотать одинаково или плакать одинаково, да, Шекспир же, он же, он же не писал для, то же самое. Хорошо, спасибо большое. Взять музыкантов, артистов и вашу профессию, люди, которые работают в сатире с юмором. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, быть прославленным быстрее подняться наверха именно славы артистам или музыкальным работникам намного быстрее, чем вам, так как они снимаются в клипах на улице, в кино и так далее, в театре, это можно закрутить, заверить, или все-таки у вас шансы относительно равны. Понятно, зависит личные качества и так далее, и так далее. Берем золотую серединку. Значит, на первом месте музыканты. Все очень просто. Я вышел в зал, мне надо достучаться до сердца каждого. Правильно? Условно говоря. Ну, да. Да? Вышел музыкант, добавил басов на гитары, грохнул по барабанам, спел, его даже могут не расслышать, о чем он поет, но ритмическая составляющая, она вложена в подкорку и его запомнят хотя бы по ритму. Я уверен, что... Да, 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 да. Я 90% людей не знаю всех текстов современных песен. Потому что, ну, да. Что касается разговорников, я думаю, это самое. Танцоры, может быть, видеоряд потрясающий, да? Ну, Джордж, согласитесь, я сейчас приведу на танцоров чемпионат мира по танцам, по бальным танцам. Это одно из самых удивительных вещей. Ну, посмотришь на эти ноги уже ты весь там, да? Что касается разговорника, я должен докричаться, достучаться, да, и чтобы у человека было соответствующее настроение, вот что важно. Ну, вот конкуренция. Сегодня вам кто может составить? Скажите, пожалуйста. Все-таки, мне кажется, конкуренции нету с теми людьми такого калибра, как вы, как вы, как Измайлов, как другие ребята сегодня, Штоджигайцев, Ветров, Новикова и так далее. Вот этот калибр, я беру всякие там, скажем, клубы какие-то. Вот я, допустим, вы знаете, у меня очень интересный мой эксперимент сделали. Мы брали, скажем, советскую классику юмора, начиная с Райкина, понимаете? Да. Брали советский вариант, Хазанова. Да. Брали предпоследний вариант, скажем, там, как я сказал, Гальцева, Ветрова и так далее, и так далее, Христенко, вас, и брали современный вариант, всякие клубы, не буду их назвать названия. Так. Первые меня все устроили и всех устраивали. Последние устраивали только одну часть, какую-либо из наших ребят знакомых. Они говорят, вы не понимаете, вы отсталы, хотя, в принципе, возраст одинаковый, одинаковая профессия, но в юморе разное направление. Я не понимаю, мне становится грустно, иногда печально, обидно, неприятно. Я говорю, хорошо, все-таки я человек практик, сделаем эксперимент. Я пошел ребят в другую совсем категорию, которые любили погулять, отдохнуть. Мы это дело вздрогнули. Я говорю, ребят, только с одним условием. Вздрагиваем, смотрим маленькие кусочки на комедию. И оцениваем. Понимаете, очень интересный эксперимент. Буквально через 3-4 комедии вопрос. Слушай, а у тебя 12 стульев есть поставить? Нам это не интересно. Первый эксперимент. Второй эксперимент, ребята, которые любят где-то там полетать. Ладно, хорошо. Тоже самая стратегия, все понемножку. Смотрим, как говорится, новые клубные варианты. В этом плане опять, буквально через 5-6 маленьких таких коротеньких сценок говорят, слушай, Джордж, а мы анекдоты круче рассказываем. Ваше мнение? Ну, мое мнение такое, вот вы назвали, Джордж, фамилии, да? Райкин, Хазанов, Заторган. Фирма, высший категория. Это абсолютно гениальные артисты. Тот же Геннадий Хазанов, он будет полторы минуты на сцене молчать, а зал будет кататься от хохота. Ну, умеет он это делать. Да, 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 да. Дальше. Все те ребята, под ними еще была литература. То есть, произведение литературное должно быть о чем-то. Вот мы о чем-то же с вами говорим. Вот мы не можем сейчас сидеть и бла-бла-бла-бла-бла нести какую-то... Сейчас молодежный юмор, он основан на таких вот молодежных приколах, которые, понятно, только вот такой категории людей. Махонькой категории людей. И я не думаю, там очень талантливые ребята есть, но они идут по верхам. Не против, не против, да. Очень талантливые. Но они, ведь есть абсолютно, ну что ли, беспроигрышные вещи, да, в любой компании. Секс там, это-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, голубые, фиолетовые, синие, зеленые. Мура Шурина, да? Абсолютно. Я тут пробью, я четко знаю, вот на этом я проскочу. Но это очень дешевый вариант. Я этим пацанам всегда привожу один пример. Ребят, вот вы меня сейчас к себе пригласите в гости. Мама будет, бабушка, я не знаю, да? А я вот начну вот кататься ниже пояса. Они будут смеяться, я их рассмешу, я умею. Но когда я уйду, они скажут, что ты этого поганца привел? Понимаете, это уже, народ-то в принципе, любой народ, он довольно чистый по своим, это все наносной. Мы будем смеяться над какой-то похабенью, да? Но все равно хочется-то нам чего-то повыше. Поэтому, я думаю, это уйдет. Лучше из этого останется, потому что там талантливые ребята есть. Отфильтруйте. Конечно. Время все отфильтрует. Хорошо. Возьмем бытовуху такую. Скажите, пожалуйста, месье Цапин. Проснулись, то есть приехали поздно или рано, мало спали, как-то проснулись, дома уже никого нету, полусонно идете на кухню, заваривать кофе, как вы любите, какой вы сказали, в том начале там, как говорится, заварить. Открываете шкаф, шкаф, но обычно полузакрытыми глазами все там, кофе нет, чечки нету. Первая, первая ваша мысль. Нету того, что стоит годами на месте. Первая мысль, не там проснулся. Окей, оглянулись все-таки там, дальше что? Шкаф тот же, шкаф тот же. Ну, надо, я думаю так, надо выйти, еще раз зайти, второй раз сработает. Хорошо, хорошо. В этом плане у меня будет стратегический вариант, очень интересную юмористку сделали, когда вот я проснулся, пришел на кухню, открывая кухню, то есть взять чашку кофе или там что-то, то есть, это будет история нашего с вами потом продолжения. Стол письменный. Скажите, пожалуйста, как часто он у вас находится в вашем творческом беспорядке или наоборот порядке? Я его иногда привожу в себя, но у меня куча бумаг, компьютер, и это рабочее место. А рабочее место, все, что мне надо, я всегда найду. В основном это в голове. Ну, в общем. Хорошо, у вас есть, скажем, хит, ваш какой-то рассказик небольшой, неважно, 3, 4, 5, такой хитовый вариант, но вам бы надо было его снять на свежем воздухе, в вашем любимом местечке на планете Земля. Какой бы вы выбрали, скажите, пожалуйста. Юг Франции. Почему именно Юг Франции? Не знаю, почему-то мне это, вот мы там проехали с супругой, но там, там хорошо, там для меня было очень спокойно, так скажем. А чем славится Юг Франции, вы знаете? Славится. Нет, нет. Ну, помимо вина, там сыра, там и так далее, и так далее. Там очень маленькие деревушечки, маленькие, там делают очень мало духов для женщин, очень миллиграммных, миллиграммных вариантов, и только там можно купить. Да ладно, я не слышал об этом. Да. Но там до такой степени, вот, какая-то тишь особая, да? Ну, и, наверное, да. Парадизм. А, да, абсолютно. Да, там это есть. Я очень это место тоже люблю, да Бог живу, здорово, мы обязательно прокатимся. Там очень интересно, потому что это моя самая нижняя часть именно Франции, северная часть Швейцарии, южная Германии, где я живу, и северная часть Австрии, вот мои самые любимые места. Здесь все. Здесь только нет одного, море, остальное все есть. Ну, мне говорили Австрия в этом плане, потрясающая страна. Я, к сожалению, пока там не был, потрясающая. Красота. Там есть одно место, в любом случае, обещаю, поднимемся на одно место, это в Германии со стороны места, поднимаетесь, называется пик, но это не пик коммунизма, не пик чего-то, это пик немецкий, пик Шпицца, он всего лишь навсего около трех тысяч метров, но там есть одна такая хитрая фишка, на вершине, при хорошей погоде, вы видите сразу четыре страны. Какая, все, что вокруг, Германия, Австрия, Венгрия, там, или что там? Нет, у вас слева идет, получается, Австрия, прямо идет Италия, там самый короткий промежимок между Германией и Италией, самый короткий. Это где тоннель, да, вот этот? Да-да-да, чуть повыше, потом справа, да-да-да, Швейцария, и позади вас остается Германия, и кто загадает желание, то всегда исполняется, так что... Прекрасное место, прекрасное место, договорились. Есть такой, был такой Трушкин, потрясающий человек. Пару слов, пожалуйста, о нем. Ну, во-первых, Пару слов, на две минуты, по-русски. Да, громадный русский, медведь, невероятного таланта, невероятного обаяния, и в нем еще было здоровье на 20 лет. Вот, к сожалению, коронавирус его подкосил. Жалеют все, вот, все ребята нашего клана, так скажем, вот нашего, это все, это очень большая потеря для него. Держитесь кланом, держитесь кланом, это очень важно, очень важно. Я одну из последних фраз услышал его, он сказал, мы все-таки в нашем творчественном процессе приговорены, говорит, приговорены просто к столам, к мемуарам, просто приговорены к мемуарам, и все-таки когда-то мы с этими столами, мемуарами, мы уйдем когда-то к другим мирам. Мы ничего делать не можем. В нашем возрасте кто-то может пойти огород покопать, на машине поехать, а мы за столами сидим, с мемуарами сидим, и все пишем, и пишем, и пишем, и до бесконечности. И несмотря на большой возраст, он был молодой по мозгам. Молодчина, очень такой молодчина был. И скажите, пожалуйста, такой специфический вопрос. Как вы думаете, месье Цапик, если вы окажетесь перед Всевышним, как вы думаете, что он у вас спросит? Он спросит у меня? Да. Он умный человек. Я думаю, он спросит, что не успел. Что-нибудь еще? Я думаю, нет. Потому что для него же интересно. Мы же тут живем, ему же интересно, для чего мы тут созданы, живем. Что-то я успел сделать. А почему он сказал, ну раз ты уже здесь, что не успел? И что вы ответите? Попрошу еще одну попытку, наверное. И какой будет ответ, как вы думаете? Ну, есть хорошая фраза. Да, нет, я думаю, там хорошая фраза есть. Живите так, чтобы ему стало интересно. И он сказал, ну ладно, еще поковыркайся. Ну, тоже хорошо. Огромное спасибо. Месье Цапик у нас последняя минута. Ваши пожелания всем-всем на планете Земля 21 века. Мои пожелания тепла и счастья. Я сейчас в последнее время всем желаю счастья немного, но со всех сторон. Важно. А что для вас, если вы человеком, скажите, пожалуйста? Спокойно радоваться. Вот жить и радоваться. Не думать о проблемах, о заботах, об угрозах, о болячках, о каких-то политических там, я не знаю, этой кутерьме. Жить и радоваться. Что у тебя внук пошел в школу? Что у тебя жена красавица? Что у тебя родители еще живые? Правильно? Вот так кому собака бегает. Кстати, о внуке вашем. Он вас не спросил сегодня, почему вы сегодня один в телевизоре без бабушки? А, нет, он, Тему, бедному сегодня зубы делали, мне его так жалко было. Досталось мне немножко, да? Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а счастье пахнет? Можно его почувствовать? Унюхать. Вот оно там. Нет, я думаю, что это какие-то ощущения, такие, знаете, духовного тепла. Вот так я бы сказал. Ну, можно сравнить тогда, когда человек занимается бизнесом, вот где-то деньги пахнут, он чувствует, вот туда надо идти. То же самое, как счастье. Там вот счастье, счастье. Нет, 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 это нет. Мне кажется, нет. Они даже несравнимы. Они полезны друг другу, но несравнимы. Счастье это совершенно другое. Увидел, птичка поет, счастье. Я даже ехал ночью в Воронеж. Вы были в тех краях? Да, 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 был. На заправку. И вдруг услышал, как соловьи поют в жизни. Я шалел от счастья, как вот эти вот круги по небу мотаются невероятные. Вот это вот счастье. Без запаха, но ощущение красота. Ночи, небо и счастье. Ваши первые слова, когда вы сказали вашей супруге о любви. Помните, что вы сказали? А я сказал, давай поженимся. Поэтому назвали так передачу. Сколько лет назад это было? О, это было 40 с лишним лет назад. Ну, так Сташка серьезно, да? Да, очень серьезно. Я считаю, 80-й год. Февраль месяц. Вы балуете супругу так же? Шоколадками, мороженым, в кино такое там? Нет. Нет. Мы пытаемся баловать друг другом. Друг друга. Понятно. А чем вы гордитесь своей супругой? Скажите, пожалуйста. Ваша гордость. То, что 40 лет с чем-то, мама, бабушка рядом с вами. А вот что вот такая вот изюминка бриллиантовая? Что вы можете сказать? Вот почему? Почему все-таки вот 40 с чем-то лет этот бриллиантик со мной? Я думаю, потому что мы до сих пор рады друг другу. Вот просто рады. Увидел, обрадовался, улыбнулся. Это самое главное в отношениях. Да? Да, конечно. Куда вы вместе с супругой отдыхать, скажите, пожалуйста. Ой, мы несколько лет ездили в Турцию. Но вот, к сожалению, вот тут у нас не получилось. Потому что... Ну, в России очень много мест. Я бы... Ну, дело не в этом. Мы... Не знаю почему. Иногда в горы. А так вот в Турцию мы привыкли там. Я люблю море. Я люблю пока там покупаться, чтобы море было 27-28, чтобы полтора часа не вылазить. Ну, согласен, согласен. А есть такое место на Земле, где вы хотели бы побывать? Вот такие точки, может быть, все-таки вы... Где вот помечтаете побывать? Ну, мне задорно. Михаил Николаевич рассказывал, конечно, про Катманду. Там какая-то фантастика. Он говорил, что это вообще что-то запредельное, что-то космическое. Да? Ну, наверное, в Бразилии. Посмотреть на карнавал. Да? Да, да, да. Просто увидеть это. Ну, наверное, вот первое, что... Япония нет. Как-то меня вот эта вот кутерьма их убивает. Ничего не... Нет, 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 нет. Слушайте, послупок какой-нибудь хотелось бы сделать, который остался в мечте детства? Ну, какой-то там, с парашюта прыгнуть, на Титаник спуститься, по-китайски... Нет. ...сойти. Нет. Нет, 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 нет. Мечта детства, которая все-таки останется мечтой детства. Что бы хотели когда-то сделать? Я пацаном мечтал машины ремонтировать, двигатели разбирать. А теперь в головах разбираются. Это получается, сколько народу, русского человека на побелу света, и вот сидите и крутите, так закрутите. Да, да, точно, абсолютно, Джордж. Вроде утром, рано, приезд, включаешь в воскресенье телевизор, а здесь идет какая-то программа юмористическая. Конечно. Так спать хочется, а тут досмеешься, думаешь, вот сон перебили. Конечно. И это здорово. Такой какой-нибудь хитовый анекдот ваш сегодняшнего 21 века. Есть у вас такое? Ну, я не знаю. Вот, например, я вам... Я сейчас... То, что мне очень понравилось из последнего, это когда муж говорит жене, Катя, вот я когда помру, ты долго траур не держи. Найди хорошего мужчину. Главное, чтобы он воспитал наших детей мужиками, порядочными. Она ему говорит, Вовчик, да ты уже задолбал. Ну, не хочешь жрать суп, не ешь. Есть такое, есть такое. Кстати, есть такое выражение, мне хорошие нотра сказали. Мужик сказал, мужик сделал. Помните такое выражение, да? Ага, да. Вот у меня даже женщина сказала, а я, говорит, продолжила его. Я говорю, ну, продолжишь. Она говорит, вот мужик сказал, не молчит. Я говорю, ну, и что? А я опять сказал, опять сказал. Я так забалдел. Забалбал его. Он меня сделал. Все-таки сделал, да? Хорошая праза недавно была. Теща решила порадовать зятя на 23 февраля. И целый день хваталась за сердце и говорила, ой, умираю, ой, умираю, ой, умираю. Да. И? Порадовала. Отлично. На 8 марта еще есть такое хитрое? К 8? Ой, ну, там про 8-ое, там можно бесконечно говорить. Ну, хорошо. День учителя будет через пару дней. Через пару дней учителя. Это потрясающий праздник для учителей. Украина, деревня, ночь. Учительница у себя в избе ночью. Голая переодевается перед окном. Смотрит в окно, на дереве кто-то сидит. Не Чапаренко? Восьмой Г? Чтоб завтра пришел в школу с отцом. Пацан на дереве голову подымает и говорит, батя слышал? Понятно. Понятно. Спасибо. Это я буду рассказывать всем. Вот это, конечно, я думаю, тематики у вас очень много, широкие. Я думаю, у вас нет такого, чтобы что-то где-то, чего-то не брать. Все-таки материалов у нас достаточного всех хватает. Правильно? Да, конечно. Это очень важно. А как у вас с ребятами вы делаете? Кто вас сегодня командует парадом в вашем коллективе? Ну, как в коллективе? Мы все, в общем-то, пишем порознь, но собираемся все вместе. Второй канал, канал Россия. Вот сейчас мы начинаем новую абсолютно программу «Парад юмора». Да, да. Вот записали первые, буквально неделю тому назад я только приехал с Москвы, записали первые номера, первое видение. И вот эти буквально дней через 5-7 пойдут первые передачи. Состав сильный, крепкий. Кто-то отошел, кто-то пришел. Новые. Ну, в общем-то, заслуженные артисты, талантливые. Я не знаю, Леночка Степаненко, Каренова Несян, вы его прекрасно знаете. Маменко, да, Маменко Игорь. Кто там еще из наших-то? Господи, братья Пономаренко. Ну, да. То есть, ну, все с новыми номерами, с новыми программами. Ваш покорный слуга там тоже что-то читает из придуманного. Скажите такое выражение, без мозгов женщина вообще уже гений. Что вы по этому поводу скажете? Ну, у меня на эту дему есть хорошая фраза. Женщине мозг вообще мешает. Вы только подумайте. Вдумайтесь в эту фразу. Коля, я не думаю, я знаю. Вы знаете, что сказал в этом плане Шекспир в отеле, когда он писал? Мужики, если жена поскандалит, дышите ее сразу, мгновенно. Ой, какая прелесть. Душите сразу. Я позитивный, я не хочу ничего там что-то говорить. Да, да. А у меня был номер, где я советы давал. Говорю, если женщина скандалит, не вступай в скандал. Все. Молча берешь топор, садишь себя на кухню и начинаешь его точить. Вжик, вжик. Вжик, вжик. Хорошо. И иногда повторяешь. И иногда повторяешь. Опять это полнолуние. Да. Опять эти голоса. Пара последних хитрых выражений таких есть. Так. Женщина – это один из сильнейших в мире, единственных организма нашей планеты, который хочет мозг, включает, хочет – выключает. Хочет – выключает. Отлично. Вот как в этом плане? Как жить-то дальше женщинами? Без них тяжело и с ними невозможно. Ну, делать вид, что вы это не слышите. Это идеально. А я об этом не думаю. Я об этом знаю. И все. И на этой ноте мы с вами заканчиваем. Огромное спасибо вам, миссия Цапик, за великолепнейшую, красивую беседу. Я скажу вам просто по-немецки «dankeschön», merci по-французски. Огромное спасибо за великолепнейшие часы, великолепнейшие минуты. А если мы умножим на секунды, это будет больше, чем 3600 секунд удовольствия человеком планеты 20-го и 21-го века. И я скажу, моя мечта сбылась. Я очень хотел с вами, ребята, встретиться. И так получилось, что 1 октября нам влюбнулась удача 2020 года. Все-таки не в прошлом веке, а в этом большующее вам огромное спасибо. Спасибо супруге привет, сыну, который вам подсказал пару нюансов, вашему джентльмену, вашему джентльмену, пусть с зубами справляется. Счастье, счастье и удачи, удачи, удачи. На «Титанике» много было влюбленных, много было счастливых, много было богатых, много было здоровых. А удача была не у всех. Поэтому я всем желаю удачи, удачи и еще раз удачи. Спасибо за вопросы, Джордж. Спасибо, вот такие вопросы. До свидания. Удачи, до встречи, пока. Так.